Борьба в тайском клинче Рассмотрим движение Когда мы с позиции близкой Я хочу зайти ему за спину Для того, чтобы нанести в более выгодном варианте колени Могу нанести в корпус, в голову И продолжить его броском То есть в идеале это движение выглядит Раз, два, три и четыре И теперь рассмотрим подетально Как мы его проводим Захват у нас обоюдный Когда одна рука находится на шее Вторая рука на руке, на бицепсе Для того, чтобы зайти за спину Я должна поднять его локоть немножко вверх Для этого я буду, открою руку и простым движением Как бы подбиваю локоть вверх Когда я подбиваю локоть, в этот же самый момент Я делаю небольшой присед вниз То есть присед вниз и сразу же выхожу наверх Что очень важно Это не делать шаг в сторону, а делать шаг вперед И как можно ближе оказаться к его корпусу Потому что если я делаю шаг в сторону Он сразу же автоматически возвращается в исходную позицию И еще плюс к этому может добавить удар локтем Поэтому все нужно делать очень близко Я делаю раз и два Сразу же прижимаю ухо к его плечу То есть в этом положении В этом положении ему уже трудно провести какой-либо прием Трудно уже развернуться с ударом локтем Потому что здесь полностью я контролирую ситуацию Вторая свободная рука Сразу же я блокирую его руку Для того, чтобы 100% он не вернулся обратно с ударом локтем То есть в этом положении я полностью защищена И полностью имею контроль над ним Отсюда я могу ударить коленом То есть я могу ударить коленом в живот Коленом в голову Отсюда И завершить прием Дальше также по ходу движения буду закручивать его И своей рукой, которая находится на его шее Я загружаю его до конца Пока до конца до пола, пока он не упадет То есть движение то же самое по кругу Рад, два, три То есть еще раз Отсюда я захожу за спину Все очень плотно И каждую деталь я контролирую, чтобы мой соперник не вернулся с удара Раз, два Я здесь плотно к нему Три, четыре, пять Сколько угодно могу коленом бить Пока, допустим, моя позиция хорошая И уже, когда чувствую, что соперник уже потерял контроль, я продолжаю скручивать, пока он не упадет. Подписывайтесь на канал и не пропустите видео от сильнейших бойцов в мире. То есть вариант, когда я прихватываю ногу и провожу бросок. Очень частая техника в тайском боксе. Когда мы проводим это действие, многие советуют для смягчения удара делать небо.